Всем привет! У нас сегодня Хардстоун и наконец-таки новая потасовка. Называется Дар Ворона. Ведьмин лес под боком. Поэтому не стоит удивляться, что в таверну залетел колдовской ворон. Выберите класс и посмотрите какой дар для вас приготовил пернатый гость. Так, ну уже мне нравится то, что новая потасовка. То есть колоду нам не делать. Можно любого в принципе взять. Ну давайте по стандарту брать мага, потому что всё-таки у него карт много хороших и мало плохих. Скорее всего у нас там что-то поменяют. Возможно герою будет другой. Ну может просто, не знаю, карты другие дадут. Так, ну маг против мага. Нет, ну герои видимо не поменялись. Да и карты чё-то не поменялись. Пока как-то непонятно. Да, карты, конечно, какие-то в основном хламные. Не знаю, чё здесь так собрали. Так, долго он, конечно, там собирал. Так, какой-то предвестник года ворона. Чё он у нас делает? Дар ворона. Каждое призванное существо получает... Ага. А, случайно. Я думал, всё сразу там случайно. Понял. Так, ты у нас фигню получил. В принципе. Ну не знаю, какая-то довольно скученькая потасовка. Я не говорю, что она прям отстойная, но... Не знаю. Можно было что-то интересное, я думаю, придумать. Ну, мне кажется, здесь что-то ещё будет, какое-то событие произойдёт. Я не думаю, что... Всё просто так останется. А чё они у меня все маскировку получают? Можно чё-нибудь другое полезное? У нас какой-то секрет. Маг. Недобитый чуть-чуть. Я даже, кстати, удивлён. Почему такой потасовки раньше не было? Тут же всё довольно просто. Берёшь все вот эти ключевые слова. Ну, тут не все, конечно. Но какую-то часть. И делаешь потасовку. Как-то странно, почему они раньше её не делали. Так, ну... Не знаю, давайте его. Чё, опять маскировка? Подожди. Чё, серьёзно, маскировку получил? Я сейчас не понимаю, как ты. Подожди. Чё за фигня? Я так и буду постоянно маскировку получать. Так, смотри, то есть, получается, у нас вот это ключевое слово получает ещё и те, кто призывается. Существо. Хорошо. Давайте так. Так, яд хоть дальний, но наконец-то. Что-то полезное. Ну, он, наверное, сейчас как раз-таки заберёт вот этого чувачка моего с ядом. А там есть вообще в колоде существа, интересно, большие? А то как-то с 2-1 воевать не очень. Ну, вот этого парня надо приберечь на всякий пожарный. Я думаю, секретики поставить. Так, нет, давайте всё-таки вот эту деваху. О, порывочи, да? А там разве был рывок? Там натиск, по-моему, только бы. Ну, ладно. Наверное, рывок тоже был. Ну, в принципе, пока у нас всё довольно хорошо. Да, мне бы тоже курьерок покрутить. Блин, её надо, наверное, убить, потому что всё-таки яд. Не хочу вот эту деваху отдавать ему. Так, секретиков под накидателей. Всё-таки стол. Наверное, лучше на стол. Да, лучше так и сделаем. Блин, на рывок был я забыл. Ну, ладно, одна единичка, я думаю, не зарешает. Не, будет смешно, если у него одна единица, здоровье останется. И я из-за этого проиграю. Так, он, походу, что-то зачистить хочет, да? Ну, да. Ну, ладно, это не страшно. У меня опять этот чувак маскировку, точнее, вот эта баба получила. Все маскировку получают. Чё за фигня? Блин. Ладно, давайте всё-таки уже секретики покидаем. Не, реально, потасовку очень сильно затягивается из-за того, что существа очень маленькие. Ух, смотри. Яд, хил на 0,2. Самое полезное то, что могло прийти на них. Не, ну, было, конечно, хреново, если на них маскировка пришла. Вот это да. Это сейчас тоже обидно было. В божественный щит всё ушло. Круто. Пингвинчик пришёл. Спасибо. У него уже карта нормальная, у меня пингвинчики приходят. Блин, жалко её отдавать, но, наверное, придётся. Хотя, возможно, не надо было сейчас, но ладно. У меня ещё там, в принципе, антимагия. Вот пингвинчик, почему-то я от него не получил, скажи мне. Так, антимагия неплохо сейчас сработала. Нет, он хочет убить моего пингвинчика. Как так? Вся надежда только на него была. Вот, чё-то, наконец-то, полезно. Так, что-то полезное. Замораживаем тебя. Давай-ка, наверное, вот так. Чтобы потом, если чё, сразу ему в лицо дать на 8. Так, блин, я так и знал, что его всё-таки убьют. Ну ладно. Придётся этого парня ставить, а хотя нет, смотри. А я разыгрываю вообще по заклинанию за 5. Ничего не призывал. За 9 маны 3-3 ставить, конечно, хрень. Ну а чё делать? Или... Нет, ладно, я поставлю. А, тихо, шрывок может получить. Вот сейчас, кстати, опять чё-то не накосячил. Да, конечно, за 9 маны 3-3, это жесть. Ну а чё делать? У меня больших заклинаний никаких не было. А на стол чё-то надо ставить. У него ещё карты там 7 штук охренеть. Ещё может выиграть. Хотя, в принципе, если хила нет никакого, просто 3 хода ему в лицо пингануть. А, тут же хил, он сейчас может ещё нас очень поставить и хилку получить. Давай прям яд. Ну хотя ему урон не несётся, давай не сдохнуть. Поэтому они бесполезны. На, всё, я убил. Ну, не знаю. Как-то правда... Растянута эта потасовка. Странно очень. Почему они нормальных существ не сделали? Ну не знаю, может быть там есть за другие классы, ещё не знаю, за кого-нибудь там. Не знаю. В общем. Будем судить по первой игре. Блин, и опять фиговые карты с пака и с потасовки. Спасибо всем за просмотр. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Всем до встречи, всем пока.